Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наши занятия. Тема наша такая же как и в предыдущем видео. Радиусное окончание гребня. Но сегодня у нас будет интересное тоже занятие. Мы сегодня сделаем радиусное окончание гребня удлиненное. Для этого мы воспользуемся практическим руководством от фирмы КМЕ. И здесь, как вы видите, это практическое руководство для начинающих. То есть оно так и называется. Обозначение ТЭКУ означает, что это бренд для медной кровли и фасадов. Заходим на сайт КМЕ.КОМ И включаем нужный нам перевод. Вот, пожалуйста, о нас. Что за компания. Нажимаем. Профиль. Так. Еще раз нажимаем. Сейчас он нам переведет. Пожалуйста. КМЕ. КМЕ. Компания. Является одним из крупнейших в мире производителей продукции из меди и медных сплавов. Имеет дистрибьюторскую сеть по всему миру. Пожалуйста, заходите, интересуйтесь, волновайте. Много интересного компании исполнилось уже 150 лет. И компания не только производит медь и ее сплавы. Но нас, конечно, интересует здесь то, что для нас. Это для применения их на кровлях и фасадах. Ну, вот они этим тоже занимаются. И можно посмотреть в меню. Медные изделия, специальные продукты, услуги, карьера, контакты. То есть, здесь можно ознакомиться с этой крупнейшей в мире компанией по производству круельной меди и сплавов. Милости прошу. Мастер Симс. То есть, Мастер Симс можно перевести Улучшайте свои знания по фальцевой кровле. Станьте мастером. Здесь сегодня будет и на русском, и на английском языке, потому что мы будем много переводить. Из того, что здесь в этом практическом руководстве можно даже сказать, путеводителе по фальцу, по медной кровле, двойной стоячий фальц, нас будет интересовать вот этот вот узел. То есть, то, что у нас посередине. Это радиус на окончание гребня. Радиус на окончание гребня. Ну, а чтобы у вас было какое-то представление предварительно об этом замечательном пособии от фирмы КМЕ. Вот мы сейчас немножко пролистаем. Вот здесь немножко есть информация по истории. Как это возрождалось. Здесь у нас идёт информация про инструмент, которым нужно пользоваться при устройстве фальцевой кровли. Так вот он выглядит. Инструмента, как вы видите, много. И для начинающего, конечно, это сразу купить весь инструмент, это очень, ну, практически не нужно и невозможно. Ну, здесь из того, что здесь есть, самое такое необходимое, я бы рекомендовал инструмент. Вот, например, какой инструмент здесь. самый-самый такой. Вот, прежде всего, конечно, это вот клещи радиус. Клещи изогнутые, крыльные под 45 градусов, в первую очередь. Вот эти вот клещи, клещи конвертные. Вот они. Ну и поднимать высокие кромки, конечно, вот тоже необходимы это так называемые хапы. Вот. Ну, именно со скошенным таким концом лезвия. Или губки, лучше сказать. Вот эти вот. Ну и, конечно, киянки. Киянка пленовидная. Киянка. Есть еще безотбойная, круглая. Есть разных диаметров она. Ну, взять вот, например, 20 мм будет. Ну и зажимы. Зажимы без зажимов. Такой вот зажим интересный. И можно пользоваться еще и для отгиба кромок. Такой зажим интересный. И соединять две картины еще можно. Ну, обязательно я считаю вот рамку двойного фальца необходимую. Ну, вот это то, что здесь изображено из этих. Здесь у нас 41 наименование. Желательно, конечно, все. Но ножницы, естественно. Пеликаны знаменитые. Универсальные ножницы. Ну, тоже срежем, гнем. Вот, срежем, гнем. Вот эти все инструменты для этого. Вот интересный очень длинный гиб. Это вот такой. Тоже универсальный очень хороший инструмент. Фирма Фруинд выпускает. Тоже неплохо, но это не обязательно. Ну, пролистнем дальше. Здесь можно долго на этом останавливаться. Ну, вот так вот выглядят эти. То есть, мы имеем здесь выкройку с левой стороны. А с правой стороны фотографии, как это делать. Очень удобно, практично. Фотографии цветные. Вот сейчас мы пролистнем. Останавливаться не будем, потому что это можно очень много времени потратить. И мы сейчас доберемся вот к знаменитой Пинч Сим. Пинч Сим. Ну, не могу не остановиться. Вот он так выглядит, красавчик. Единственное, у него вот здесь вот сверху не сделали они Wasserfalz. Так называемый Wasserfalz. Это кромка гидробарьера. Кромка гидробарьера. Ну, здесь напрямую, потому что здесь все внимание на вот этот Пинч Сим. Пинч Сим – это ломанный гребневый фальц. Ломанный гребневый. Гребневый. Вот гребень. Вот он ломанный. Ломанный гребневый фальц. То есть это подъем рядовой картины на примыкание. Ну, и вот тут вот этапы. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, здесь выкройка, конечно, не очень подробная. Тут непонятно наичку. Фактически это чисто как бы кто уже разбирается. Вот. Ну, мы для этого и собрались, чтобы разбираться в этих всех делах. Ну, далее у нас идет вот наш Кэфт Игипс Стэнлинг Сим. То есть наш герой сегодняшний. Вот здесь вот выкройка. Она более-менее такая понятная. И как делать. Вот у нас есть первый этап, второй, третий, четвертый. Ну, что такое Кэфт Игипс Стэнлинг Сим? Ну, вот если мы сейчас почитаем это все здесь, что написано. Кэфт Игипс Стэнлинг Сим. Радиусное окончание это привлекательное с точки зрения техники и особенно эффективное при устройстве фасадов. Этот типовой узел может быть произведен как вручную, так и машинным способом. Машинным способом. Ну, есть один такой машинный способ. Делается... Делает это, по-моему, фирма... Фирма РАУ. У них такая... Есть такие ножницы такие. Ну, я живьем их не видел, но вот их тоже продают. Они очень дорого стоят. Ну, ручную, конечно, для начинающих нужно самим попробовать и потренироваться. Ну, что мы здесь видим далее? Вот что про первый пункт. Значит, что мы здесь считаем? Вот мы сейчас разбираем вот эту часть. Первое. Вот это вот очень интересный момент. Очень интересный момент. Почему? Потому что здесь говорят нам, что прежде чем формировать и профилировать, то есть прежде чем фальсовать, так лучше перевести. Потому что дословно перевод, получается, это вот когда Google переводит или Яндекс, это непотребное совершенно зрелище. И здесь, прежде чем фальсовать, нам нужно изготовить the master pattern. Нам нужно изготовить, или лучше так перевести, мастер изготавливает шаблон. Мастер изготавливает шаблон. Вот здесь этого шаблона нет, но мы его сейчас вам покажем. Вот он так выглядит, этот шаблон. Вот так вот он выглядит. То есть мы его зачем изготавливаем? Потому что у нас длинная очень, например, ширина у нас, например, ската, ширина ската, ну будем говорить там 10-15 метров, и таких картин у нас будет 20 штук. 20 штук. Поэтому новичку вот эти все размеры, которые вот сейчас мы потом, когда будем изготавливать, то есть мы сейчас, порядок такой, мы сейчас будем изготавливать выкройку сначала. Вот мы с ней сейчас разберемся, вот разбираемся, как изготавливается это поэтапно. И финалом нашего вот этого всего действия будет изготовление вот этого вот шаблона. Вот этого вот шаблона. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он выглядит. Ну, значит, до того, как нам фальцевать это все, мы изготавливаем шаблон. И что интересно, мы все размеры переносим на картину. Все размеры переносим на картину. И затем лишнее вырезаем. Лишнее вырезаем. Следующее. От верха. От верха. Ну, где этот верх? Вот он, верх. До низа. Вот он, низ. Так тут написано. The top and bottom are slit approximately. То есть, здесь у нас делается вырез. Слит это что? Резать. Раскалывать. Вот. То есть, вот это расстояние у нас. Вот здесь... Так, не очень понятно, что это за расстояние. Ну, а здесь вот у нас... Вот он, этот slit. То есть, вот он. Вот он у нас, этот slit. То есть, его они рекомендуют приблизительно, approximately, от 5 до 8 см. Сантиметров. Вот это расстояние. Вот это расстояние они рекомендуют... Вот этот slit. Вот он, slit. От верха до низа. Вот тебе понятно. Вот он вверх, вот он вниз. Они рекомендуют от 5 до 8 см. Вот они, без сантиметров. Это у нас английская версия КМЕ. Вот. Не миллиметров, а сантиметров. Ну, миллиметров легко перевести. Это 50-80 миллиметров. Здесь у них на выкройке 40 миллиметров. Ну, они так решили. Мы сейчас с этим будем потом разбираться. Приступаем ко второй части. Первой перевели. Вторая часть. Что здесь написано? The angled seam is closed just before the seam is set upright. Отгибаем кромку, вот эту вот. Отгибаем кромку. Ну, вот здесь лучше показывать. Вот она. То есть это на второй картине. А только после этого отгибаем все остальное. Вот что здесь написано. Третий этап. Третий этап. Caved and pressed the 5, the 8 to 10 миллиметров if flashing closed. Ну вот, теперь уже добрались до этой кромки. Они говорят, что вот эта кромка, которая здесь показана 8 миллиметров. Вот она. Вот она. Вот она. Она может быть 8-10 миллиметров. 8-10 миллиметров. Такие подробности. Такие подробности. И четвертый у нас. Четвертый этап. Завершающий. Дабл-велт the standing seam and for the eaves beat around the sheet. Вот. Ну, здесь по-английски очень длинно и долго. А здесь по-русски можно перевести коротеньким предложением. Запальцовываем окончание гребня. Запальцовываем окончание гребня. В том числе, включая вот этот, они называют это double weld. Double weld. Ну, double seam вообще-то. Double lock standing seam, если уж быть точным. Ну, они вот так его назвали. То есть, мы все здесь отогнули. Уже это третий этап. Кромку 8-10 миллиметров. А здесь мы все уже здесь в двойной фальц собрали. Так, зафальцевали. Или устроили двойной стоящий фальц 25 миллиметров. Ну, и отогнули вот эту кромку, вот она теперь отогнута. То есть, мы разобрали вот это все, перевели с английского на русский. Дело все в том, что очень много материала на иностранных языках. Поэтому, если так широко это все разбирать, нужно владеть по крайней мере английским языком. Ну, и в какой-то еще мере немецким тоже. Потому что немецкая школа, она, я считаю, основная. Есть, конечно, французская школа. Тоже сильная все, но она у нас практически неизвестна. Есть шведская школа фальца. Она у нас вообще неизвестна. От слова вообще. Ну, и что, мы теперь приступаем к тому, что мы хотим сделать теперь для уже себя. То есть, тема какая у нас? Моделирование кругля. Поэтому мы сейчас будем моделировать. То есть, мы берем выкройку, вот эту выкройку за основу. Вот, кстати, она, видите, scale один к одному. То есть, масштаб один к одному. Ну, оно так, конечно, миллиметра туда-сюда бегает. Но, фактически, да, миллиметр это допустимо. И что мы здесь сейчас будем наблюдать? Значит, во-первых, здесь нам предлагают отогнуть кромку под капельник 25-35 миллиметров. Кромку нам предлагают здесь 8. Хорошо. 8 миллиметров это очень хорошо. И нам предлагают вот эту часть. То есть, удлинение я его называю. Вот у нас удлинение. Предлагают 15. Ну, а нам не нравится 15. Мы же моделируем кругли. Мы возьмем 20. И здесь нам предлагают 40. 40. А мы можем взять от 50 до 80. Ну, а как выбрать 50, 60, 70? Ну, очень просто. Нужно к дизайнеру обратиться или стать самому дизайнером. Потому что кромочник не может быть и дизайнером, и архитектором, и вообще человек-оркестром. Мы специализируемся на том, чтобы мы сделали вот и не протекает. А все ответвления дизайнерские, архитектурные, все, нам должны, по идее, технически уже полностью отработанный узел кроильный, нам должны это все предлагать. И не одна, например, вот как здесь, выкройка, а их должно быть, во-первых, дизайнер поработать, как это будет выглядеть. Потому что эти же все радиусы на окончании гребни, они же и на фасаде применяются, не только на кругле. Поэтому вот эти все моменты, они важные. То есть, что значит 50, 80 миллиметров? Вот надо с дизайнером посоветоваться, с архитектором. Но вообще, по идее, в идеале 100%, когда вот 100% в идеале, у вас должен быть готовый уже узел, которому кроличка его собирает. Задача кроличка не дизайнером быть, а профессионалом по устройству фальцевой кроли, двойной стоячей фальц. Вот задача кроличка. Он завершает все эти наработки. Кроличик один, он не может быть, как я перечитал, выше всем. Это неправильное наваливание на кроличика таких вот несвойственных ему задач. Ну, мы возьмем не 40, но тут что-то они мало очень взяли. 40, не знаю по каким соображениям. Мы возьмем, ну давайте 60, 60, можно 70, но 70 не было. 70 миллиметров, можно взять 70 миллиметров. Возьмем 70 миллиметров. Ну и для того, чтобы нам начинать уже нашу работу по моделированию кроли, мы берем нашу выкройку, берем нашу выкройку, вот так вот она выглядит. И здесь у нас будет, какие у нас мы тут размеры возьмем для моделирования. То есть мы оставим, здесь у нас будет внизу 35, здесь у нас 20 в длиннее, в длиннее. И сам этот слит, то есть вот этот вот вырез, полукруг, мы возьмем 70. Вот это расстояние 70. Ну, задача простая, но для начинающих она сложная. Потому что нам нужно это все первый раз, а это всегда первый раз сложно. Поэтому для новичков показываем все подробно. Эту выкройку радиусное окончание гребня удлиненное. Удлиненное. Почему удлиненное? Потому что вот у нас удлинение будет 20 миллиметров. Мы далеко не убираем, ставим себе где-то рядом. Ну и подготовили, подготовили уже наш стандартный лист для черчения. Взяли лист А4. Вот так вот он выглядит. И по нему мы сейчас, на нем мы сейчас будем делать раскрой. Сейчас будем делать раскрой. Вот, значит, что у нас имеется. Мы уже отложили 35 миллиметров. Отложили по шаблону профиля. Так вот он выглядит шаблон профиля. Мы отложили все линии. Все линии отложили. Как это делать, есть в предыдущем видео. Довольно таки подробно. Поэтому время терять не будем. И мы сейчас будем переносить наши размеры. Переносить наши размеры. То есть мы сейчас имеем дело вот с этой частью. То есть у нас здесь малая отгибка. 35 миллиметров. Вот она. Сейчас мы с ней будем как раз и работать. Нам сейчас надо отложить расстояние. Вот это расстояние. Мы будем его брать 20 миллиметров. Будем работать линейкой закройчика. Вот так она выглядит. Линейка закройчика. И будем работать. Вторая линейка закройчика. Вот так она выглядит. Очень удобно. Здесь имеются вот такие вот деления. То есть это целые, целые числа. Целые. Половинка вот здесь. Тоже очень удобно. Итак, мы сейчас отложим 20 миллиметров. Сейчас как раз покажу, как удобно откладывать на этой линейке. Вот прикладываем так. Чуть-чуть приподнимаем. Вот и 20 миллиметров. Сейчас. Отложили. Видно? Видно. И теперь здесь сверху. Выкладываем чуть-чуть вверх и откладываем здесь 20 миллиметров. Проводим линию. Проводим линию. Но мы будем проводить линию пунктир. Проводим. Так, точку поставили. Оп, линейку. Смотрим сверху. Проводим наш линейк. Проводим, бунктируем. Если потом надо, будет мы. Так, следующий этап. Нам нужно теперь вот эту линию разложить. Высоту. Вложить высоту. Высота у нас не 40, как здесь, а 70. Высота у нас 70. Высота у нас 70. Как мы можем откладывать? Вот так можем откладывать. Вот ставим чуть-чуть наверх. 70. Здесь. Чуть-чуть наверх. совмещаем справа. 70. Возвращаем. Тоже проводим. Пунктируем. Поставим раз в точку. И сверху обровняли. Здесь можем даже такое слегка, 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 102. Ну вот, у нас уже такая красота. Значит, что у нас тут получается? Получается. Сейчас будем искать реперные точки. Будем искать реперные точки. Значит, первая реперная точка у нас будет точка входа. То есть здесь у нас будет заканчиваться, вот она, здесь у нас будет заканчиваться наш рез. Это точка входа. И вторая, вторая точка у нас, вторая точка реперная у нас будет вот здесь. На самом деле, на самом деле, если смотреть на наш, на нашу выклику, она должна быть вот здесь. Эта точка вот здесь. Но если мы возьмем вот здесь нашу точку, вот здесь, то у нас методом практических измерений получается, что тогда у нас пологое получается вот здесь вот сопряжение. Линия сопряжения пологая. Если мы берем здесь, она у нас будет более крутая. А наша задача сделать вот эту линию, которая здесь есть у нас, вот эту кривую линию изгиба, как можно более пологой. Нам не нравится такой кривой линии, не отогнуть материал будет, не отогнуть вот эту кромку. Для этого мы пользуемся вот такими лекалами, вот такими лекалами. Есть такое лекало. Это обычное школьное лекало. Есть такое лекало. Есть вот такое. Вот такое лекало есть. Мы изучаем лекало. Это важно. Мы видим вот эти вот линии сопряжения, которыми можно их, не пользуясь, нарисовать. Вот эту кривизну. Она у всех разная. Видите какая? У всех разная. Но самая пологая, это вот эта по середине лекала. То есть вот эта у него часть, а вот эта самая пологая. Вот эта самая пологая лекала, где у нас, мы его и используем. Вкладываем в сторону. Вот. Ставим нашу лекалку. Лекалку не убираем. И сейчас наша задача провести линию сопряжения между вот этой точкой и вот этой. Мы не будем брать вот эту, как говорится. Мы же моделируем. Поэтому как хотим, так и делаем. Как считаем нужно. Мы для конкретной кровли это делаем под свои нужды. Поэтому в этом и заключается. Мы берем за основу выкройку. Которую нам предлагает. Она универсальная. Это не шаблон, в котором надо все делать. Вот. И мы сейчас будем проводить. Проводить будем между вот этой риперной точкой и вот этой. Нашу кривую. Нашу линию сопряжения. Видите, как красиво получается. Вот. Убираем. Вращаем. Убираем. Вращаем. Убираем. Вращаем. Становием. И сюда. Раводим линию. Итак, мы провели первую линию. Первую линию сопряжения. И по нашей выкройке, которая у нас слева. Мы видим, что у нас вот эта вот часть. Вот эта часть кромки, она вырезана. Её нет. Она обрезана. То есть, мы всё вот это оставляем. Вот это всё оставляем. А вот эта вот часть всё. Вот эту часть всё. Мы вырезаем. Понятно? Вот это не надо забывать. И здесь у нас 35, 20, 70. Ну что, мы теперь переходим к нашей правой части. Там, где у нас кромка 45. Или большая отгибка. Или оберфальс. Оберфальс 45 миллиметров. Если всё брать от немецкой школы. Пальца. И вот здесь у нас это первая точка. Так, ошибся. Первая точка у нас риперная. Вот она. Вторая. Но мы тоже не будем брать здесь. Будем брать всё одинаково. Возьму вот эту риперную точку. То есть, первая риперная точка у нас вот. Вот она. Вторая риперная точка вот. Вот она. И мы сейчас проводим. Проводим линию. Проводим линию. Проводим линию. Так. И сюда переносим. Вот и всё. Задача какая. Перенести один к одному. Потому что у нас тут же будет кромка 8 миллиметров. Так. Чуть-чуть. Доехали. И чуть-чуть сюда. И закладываем. Проводим линию. Пожалуйста. Провели линию. Пожалуйста. вот наши линии вот она вот он зеркальное отражение должно быть вот это и вот это зеркальное отражение это очень важно потому что иначе у нас вот эта кромка будет бегать будет бегать то есть не совпадать так здесь мы откладываем 8 и здесь откладываем 8 прикладываем наш реперная точка там и кишечка лысого химина вот и кладем на самом деле на самом деле открою вам маленький секрет правая часть уже шаблоном не является правая часть для нас шаблоном не является они так она не используется как шаблон не используется как шаблон почему потому что в этом случае в этом случае мы поступаем по-другому мы поступаем по-другому мы поступаем по-другому почему я провел вторую линию потому что первая была некорректная и сейчас удалим первая была некорректная вот так вот так то есть вот наши 8 миллиметров 8 миллиметров ну естественно нам нужно продолжить нашу 8 миллиметров чуть-чуть вот наши 8 миллиметров почему 8 миллиметров 8 миллиметров почему не 5 почему не 5 а сложно отгибать 5 миллиметров уже потому что у нас 1 миллиметр идет надгиб и у нас фактически вот это вот кромка будет не 8 на 7 7 7 миллиметров 7 миллиметров 7 миллиметров так немножко не толщина вот теперь у нас все красиво вот у нас получился теперь уже уже что-то получилось получилось нам осталось теперь это все разметить поставить необходимые цифры это мы сейчас уже будем оформлять после того как мы раскрасили нашу выкройку у нас получилось вот такой шедевр вот такой шедевр вот что мы имеем если мы сейчас возьмем пробежимся по тому что у нас было вот наша выкройка оригинальная которая не раскрашена которая сделана чисто как материнская просто вот пунктирно где-то что-то как-то ну правда вот красные линии все четко но мы сделали во первых так как это у нас на картине то есть у нас происходит именно так на картине то есть у нас справа большая кромка 45 или оберфальс и слева у нас малая кромка 35 или унтерфальс здесь у нас что если мы посмотрим повнимательнее то мы сделали вот здесь у нас такая вот идет вырезка небольшая мы ее не стали делать потому что это не обязательно хотите вот так подрезайте вот эту часть как указано здесь вот так и раз два раз и два вот эту часть можно вырезать ну а остальное у нас все наши параметры которые мы захотели включить вот у нас 35 здесь у нас 15 здесь у нас 20 здесь у нас 60 а здесь у нас 70 ну и соответственно мы сделали для себя это красиво красиво сделали то есть мы добавили точку входа она важна потому что именно до этой точки мы делаем здесь рез красным у нас линия реза вот она то есть мы доходим до этой точки останавливаемся и линия гиба у нас далее вот она синяя то есть сюда мы уже дальше не режем то есть точка входа у нас вот на этой линии раз и два на пересечении двух линий ну и здесь у нас 8 миллиметров пожалуйста 8 миллиметров красным у нас линия реза все помечено линия реза желтая часть заштрихованная это вырезка то есть вот так вот мы вырезаем с правой стороны и с левой стороны все согласно нашим первоначальным исходным данным то есть за основу мы взяли выкройку вот она вот она вот наша выкройка которую мы брали за основу материнская и теперь мы получаем вот такой счет То есть делаете для себя, когда вы берёте за основу какую-то интересную, например, идею, выкройку, не знаю, и делаете для себя. То есть у вас постепенно накапливается уже альбом выкройки картин, который вы сделали, раскрасили. И я считаю, что такую выкройку не стыдно даже показать мастеру производственного обучения, как он оценит, как он оценит. Каким инструментом мы работали? Ну, конечно, это линейка, какая прекрасная линейка, линейка закройщика, линейка закройщика, раз. Лекало, лекало вот такое. Мы работали вот с этой самой пологой частью. Набор фломастеров, набор фломастеров, шесть цветов, фломастеры классические. Раскрашивали мы вот таким фломастером широким, жёлтым. Пользовались вот такой линейкой. Она тоже линейка для закройщика. Она тоже линейка для закройщика. Ручка. И механический карандаш. Механический карандаш. Вот и весь наш инструмент. Плюс смекалка, плюс выкройка. Вз неё никуда. И... То есть так можно поставить, чтобы было удобно видно. Ну и завершение нашей работы мы изготовили вот такую сегодня выкройку вместе с вами. Вы наблюдали полностью весь процесс, как он происходил. Поэтому пробуйте, повторяйте, делайте лучше. Успехов. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова